Среди любителей спортивных пари очень популярен термин валуиные ставки. Что он означает и как с этим работает начинающим игрокам букмекерских контор? Есть ли действительно возможность играть исключительно на валуя и выигрывать благодаря этой стратегии? Попробуем разобраться в этом видео. Но прежде чем мы начнем, я напомню, что вы можете подписаться на мой телеграм-канал, где я разбираю, тестирую и доказываю прибыльность других стратегий. Помимо этого вы найдете там прогнозы и книги о ставках. А также другие очень полезные материалы. Ссылка на канал в описании под этим видео. Для начала стоит дать определение понятию валуинная ставка. Это же понятие может называться ценной ставкой или попросту валуин. Валуин называют вариант, при котором игрок получает определенное преимущество перед линией букмекерской конторы. Проще говоря, завышенный коэффициент. Игру на таких ставках называют стратегией value betting. То есть игрок проводит собственный анализ спортивного события, сравнивая свои оценки вероятности с котировками букмекерских контор и находит некое несоответствие. Но почему в линиях букмекеров появляются валуи? Букмекерская контора не всегда идеально выставляет линии на нетоповые события спортивного мира. Если игрок хорошо знает ниши лиги, какого-то дивизиона владеет информацией о составах, травмах, текущей форме и так далее, то он получает некое преимущество при первоначальной оценке линии матча. Пользоваться такими данными сложно, так как надо быть полностью погруженным в тему. А это не всегда просто. Особенно, когда речь идет о маленьких лигах. Кроме того, букмекер очень часто реагирует на любые внесенные суммы на один из исходов и быстро меняет линию. Букмекерские линии, особенно когда у них много событий, не всегда идеально прописаны. Но это нельзя назвать ценной ставкой, так как в подавляющем большинстве случаев букмекеры считают подобный выбор по коэффициенту 1. Не самый очевидный вид валуя – это прогрузы котировок. В этом случае игрок наблюдает за тем, как движется линия на матч, как меняются коэффициенты. Вывы появляются, когда котировки на один из исходов становятся аномально низкими. Тут выгодно заиграть противоположные пари, так как появляется неверная оценка событий из-за прогруза линии. Это называется ставки с перевесом. Иногда букмекерская контора по личным соображениям или по иным причинам не торопится изменять котировки на спортивное событие, вслед за другими букмекерами на рынке. В этом случае игрок может воспользоваться тем фактом, что у какого-то букмекера более привлекательный валуя на коэффициент на события. Как видим, стратегия вэлию беттинга подразумевает максимальную вовлеченность в мир спортивных ставок. Без собственного анализа игрок просто забудется в прогнозах, оценках экспертов и так далее. Так как же найти валуя в ставках? Что такое валуя в ставки и букмекерские конторы? Как они образуются? Мы разобрались. Осталось выяснить, как их находить. В интернете множество платных. Можно и найти бесплатные программы парсеры или своеобразные поисковики. Эти программы осуществляют поиск, сравнивают букмекерские линии по размеру коэффициентов и выдают информацию о том, где котировка отличается от остальных. То есть помогают находить валуя в ставке. Игрок анализирует причину отличия коэффициента и после этого определяет, заключать пари или нет. Второй вариант – самостоятельный поиск ценных ставок. Здесь все зависит от опыта игрока и его погруженности в этот вид спорта. О том, как правильно составлять линию и делать статистическую модель для подбора ставок, я рассказывал в одном из своих видео. Третий вариант – выбрать несколько матчей и составить собственную линию на исходы и тоталы. После этого зайти на сайт букмекерской конторы и сравнить коэффициенты. Если имеется какое-то серьезное несоответствие, то провести тщательный анализ, почему букмекер мог посчитать по-другому, не упустил ли чего-то сам игрок. В данном случае есть даже определенный калькулятор валуя в ставке. По формуле коэффициент умножить на вероятность и разделить на 100. Самое сложное в этой формуле – определить процент вероятности, ведь игрок должен сделать это самостоятельно. Считается, что если итог формулы больше единицы, то перед нами валуяная ставка. Стоит помнить, что правильно рассчитывать вероятность могут только опытные игроки. Так стоит ли использовать валию беттинг в ставках? Валуяные ставки – это не миф мира спортивных парей, а вполне реальный рабочий термин. Если игрок умеет находить несоответствие в обмекерских линиях, он может использовать это. Многие начинающие игроки задаются вопросом, как заработать на валуяной ставке. И тут самое время их предостеречь. Каждый начинающий игрок должен понимать, что поиск валию беттинг представляет собой сложную и кропотливую работу, в которой новички по большей части не готовы в принципе. Букмекерские конторы стараются максимально быстро реагировать на свои ошибки. Успеть заключить пари за ценный коэффициент не всегда возможно, и валуяная ставка превращается в обычную или вообще исчезает из линии. Поэтому пользоваться стратегией валию беттинга можно, и это не запрещено. Но доступна такая опция далеко не каждому беттеру. Букмекеры значительно повысили свой уровень грамотности в первоначальном выставлении линии. И на эти действительно неверно оцененные ставки становятся все сложнее. Кроме того, это спорт, и здесь никто не даст стопроцентной гарантии победы. Крайне важно при использовании стратегии валию беттинга проводить анализ не по одной-двум ставкам, и даже не по десяти. Смотреть надо длительную дистанцию. Только она покажет, насколько верно игрок интерпретирует понятие валуя. Продолжение следует...